Проблема предоставления жилья детям-сиротам в Сочи известна, а вся загвоздка в финансах. Стоимость квадратного метра, прописанная законом, гораздо ниже рыночной цены на курорте. После ходатайств властей Сочи администрации города дано право увеличить финансирование на покупку жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. Как стало известно сегодня на сессии городского собрания, из бюджета города на эти цели дополнительно выделят еще порядка 13,5 миллионов рублей, благодаря чему удастся купить 37 квартир. Именно столько детей-сирот сегодня нуждаются в собственных квадратных метрах. Второй вопрос, который затрагивает интересы горожан, это работа сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. Популярны такие рынки не только продукции от кубанских производителей, но и тем, что здесь можно ощутимо сэкономить. А вот фермерам, напротив, торговать в Сочи невыгодно. Сельхозпроизводители не устраивает арендная плата. Сегодня депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за снижение тарифа в четыре раза. Это снижение стоимости с 43 рублей до 10-15 рублей за одно место, за один квадратный метр для сельхоз-ярмарок. То есть те люди-фермеры, которые приезжают на наши ярмарки, наши жители, которые выходят, это будет платить, насколько я указал, меньше, нежели ранее. Потому что цены на ярмарках наших в действительности, они меньше, нежели в магазинах. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы снижалась цена на сельхозпродукцию на наших ярмарках. То есть это меньшая нагрузка на наших жителей. Такие выгодные условия привлекут в Сочи еще больше фермеров с Кубани, уверены в городском собрании. Поэтому в ближайшее время в городе могут появиться новые ярмарки выходного дня. С такой инициативой выступили адлерские депутаты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.